давайте попробуем совсем забыл рассказать про огород я приехал лег спать моя супруга вы знаете уже евгения и ничего больше не использую чай вру то все проверяем но я знаю как с ними бороться я вам уже об этом сказал у меня в этой комнате есть находочки ребята снимаем окей друзья вы сами предложили мне рассказывать каждый свой день настройки как я провожу его и что я собственно говоря делаю я решил сегодня вам рассказать коротко о том что уже проделано и следующий рабочий день вы будете проводить со мной а вы мне расскажете хорошая это была идея или идея так себе и так вы помните эту комнату мы сделали с вами самой первой на ней я отрабатывал все азы мастерства штукатура и хочу сказать что конечно же не без ошибок и ошибок дофигища для этого я специально сниму целый видос потому что сейчас я поднаторел в этих вопросах уже прям досконально хорошо не стал гуру но уже научился набрасывать научился правильно затирать научился штукатурить и шпатлевать и это и этот навык он пришел ко мне спустя три комнаты первая комната конечно не без косяков посмотрите сами вот такие разрывы они есть и но из них правда смотрите затираю до бью и они не открываются значит это не отвал значит это не пустота это просто как он называется это разрыв но помогите мне в комментариях ребят как-то усадочный шов что ли да наверное но правильно мне написали в комментариях и я пойду по этому пути мы с женой подумали о том что если мы во всех комнатах будем клеить обои то нам придется залазить в ипотеку только на обои это просто нереальные бабки и мы подумали а почему бы нам не сделать стены в американском стиле под покраску и смотрится это очень классно но для того чтобы сделать стены под покраску нам необходимо выполнить ряд определенных действий мы под шпаклевку также вклеим сеточку это уже будет настоящая правильная шпаклевка вот все что я сейчас сделал это я просто побелил про свои находки и про свои идеи штукатурных работах я вам расскажу в следующем видео и она будет но не в следующем может быть следующих видео когда я все свои идейки соберу в кучку я вам об этом расскажу пойдемте вам покажу другие комнаты вот ребята вот эта комната это моей дочери она была вторая и я считаю что с ней я уже был рука была уже под набитие было и было попроще и главное что и трещин по сути нет и стены все нет пустот понимаете но есть один момент посмотрите видите трещины вот эти трещинки они идут во всех местах где стояли штукатурные маяки но не во всех но вот тут мелкая паутинка там побольше но больше никаких разрывов нет но я знаю как с ними бороться я вам уже об этом сказал и это самое правильное решение это третья комната наша она пока не прошпаклевана шпаклевать я буду как как я делал изначально то есть правильнее было бы затереть ее сразу же песчаным раствором но мне эта идея не нравится самый оптимальный вариант я считаю я беру штукатурку уже в смеси наношу ее на стены растираю у меня получается идеальный слой и остается только прошпаклевать и уже получается просто обалденно здесь осталось маяки выдернуть час она подсыхает я вчера с ней работал друзья я немножко заболел это смешно звучит когда пчеловод болеет но даже даже мы ребят даже мы бывает попадаем под этим нелепости короче да прихворнул немножко причем как-то знаете за два часа вечером пришел с работы у меня просто как началось вот это теряться голос какой-то бас получился утром встал вообще на лихорадке просто на пасеку ехать я ехал я приехал на пасеку вот никто не даст соврать кто со мной был я приехал лег спать проспал короче до двух часов приехал туда в 12 до двух часов проспал даже до трех я бы сказал два с чем-то уже было встал и понимаю что ребята завтра будет ливень и мне надо сегодня работать и я в таком лихо а с собой нифига из таблеток единственный процитамол был 2011 года короче закинулся две таблетки как-то сбил температуру и отработал в таком состоянии не знаю чем вам эта информация но я считаю что мы с вами уже стали друзьями вам может быть кому-то интересно моя жизнь короче ну если нет то ну простите зря сказал у меня в этой комнате есть находочки даже не находочки мои идейки смотрите первое что я сделал это по электрике кстати электрику тянул сегодня у меня не хватило кабеля два с половиной на три он не придет завтра гостовский лс ввг нг два с половиной на три и полтора на три также использую два на полтора это для света и использую и ничего больше не использую чай вру то все это весь кабель то у меня ванна я сначала то начал себе распаечные коробки он стригать вырезать там распайку уже врезал потом думаю блин а если я буду кафель делать какая нафиг распаечная коробка решил короче все провода выводить на потолок и там у меня будут распайки причем у меня потолок будет здесь двухуровневый и здесь будет система вентиляции интегрирована и вот там где будут вентиляционные люки там же будет распаечная коробка то есть если надо будет добраться я просто вент решетку снял залез поработал закрыл то есть ну я думаю что как-то сделаю так что это будет легко добраться легко посмотреть и проблем не будет ну в своем доме можно изобрести что хочешь. Так, сегодня я еще закрыл вентиляционный этот короб, чтобы никто не свалился. Начал ты с чего? У меня зашел здесь свет. От света я опустил выключатель на вентиляцию. То есть получается, что когда мне нужно включить вентиляцию, я могу это сделать только когда горит свет в ванной. Когда я ухожу из ванной и выключаю свет, автоматически, даже если она работала, выключается вентиляция. Хотя умные ребята, подписчики написали, что зачем тебе вообще вентиляция в ванной, если у тебя есть два окна, здесь будет две фрамуги, ну открывающиеся. Принудительно, вентиляция это неплохо. Зачем устужать квартиру, если можно включить принудиловку, она через рекуператор там все это дело провела. Ну это в идеале как бы. Ну мы же об идеальном доме с вами общаемся. И второе, отсюда же идет тот же самый кабель, который шел на свет. Он еще питает у нас две розетки на окнах. Это для иллюминации. То есть мы можем включать свет в ванной и у нас очень красиво будет зимой там, да когда хочешь подсвечиваться окна, если мы здесь повешаем какие-то гирлянды там, ну вот эти знаете на окна красивые там, есть неоновые всякие разные. Мне очень нравится. А отсюда же розеточный кабель два с половиной на три. У меня пойдет в эту сторону одна розетка в шкаф-купе и две розетки вот сюда. Здесь же будет для гидромассажа подключение. Я хочу немножко увести от ванной, чтобы если вдруг вода, чтобы не попала. И будет влагозащитная розетка, она будет как-то спрятана, короче, чтобы питать насос гидромассажа и так далее. Так, ребят, изначально мы с вами хотели еще сегодня подключить автоматику ворот. Мне нужно один брелок запитать. Пойдемте-ка мы этим займемся. Совсем он забыл рассказать про огород. Помните, который мы копали какие-то там недели три назад, да, по видео? Вот, он у нас уже образцово-показательный, но наполовину. Полностью отдан на откуп моей жене и она, я хочу сказать, его очень хорошо ведет. Смотрите, ребята, как у нас хорошо тут все посажено. Вот посмотрите, у настоящего строителя дуги, дуги. Ну, короче, делаем, из чего можем. Женя, расскажи, что у нас, какое у нас богатство растет. Моя супруга, вы ее знаете уже, Евгения, тоже приболела, тоже голоса нет. Вчера мы вот эту штуку сооружали. Турник. Для огурцов. Евгения, расскажите, пожалуйста. Я беру интервью. Да, спрашивай. Что где растет, говори. Там редиска растет. Слушай, а это вообще, как ты думаешь, людям интересно? Не знаю. Ну, я думаю, интересно. Интересно посмотреть. Вот там, смотрите, у нас помидоры. Это редиска, да? Да. А вот это два, что за гробики? Там укроп. Это укроп, да? Ближе к тебе петрушка не взошла. И не взойдет? Или взойдет? Не знаю. Хорошо, здесь что? Там салат. Я почему вам рассказываю, чтобы вы так в течение наших фильмов, которые будут происходить там через неделю, две, три, там четыре, вы могли просто следить и уже сами знали, что у нас там-там-там растут такие-то разные. Вот это что? Горох. Вот это горох. Я сам на самом деле агрономом стал совсем недавно. Но заходишь так в огородик и уже недавно даже этот, оговорка по Фрейду, собирались ехать на стройку. И я говорю, короче, надо ехать в огород. Хотя, огород. Так, ладно. Жень, я все не могу дойти до ворот. Я хочу тебе брелок запитать, чтобы у тебя был. Вот так на велике поехали, например, чтобы вы могли ворота открыть. И я приобрел еще один брелок для наших ворот. И мне надо его подключить. И мы с вами все дойти не можем. Сейчас мы дойдем и все-таки его запитаем. Он у меня, вот он, новый брелочек. Его осталось только запитать. Потому что сейчас он, видите, ворота не открывает. И мы как раз вскроем с вами, посмотрим состояние нашего мотора. Первое, что хочу сказать, полный видос про эти ворота вы можете увидеть вот по этой ссылке. Видео, кстати, стало в свое время хитовое и очень хорошо зашло. Там же есть у меня ссылочка на чертеж для этих ворот. И может кому-то это пригодится. Но сюда мы еще с вами не заглядывали. Потому что видос я снимал зимой в пургу. И, короче, вот так. Так, не знаю, как вы меня сейчас слышите. Ветерок такой дует. Но я с микрофоном и, наверное, будет все-таки нормально. Честно говоря, я-то просто уже умею это делать. Я хочу вам сказать, что дольше я буду открывать сам корпус, чем программировать этот брелок. Вы, конечно, сейчас хотите спросить у меня, что это у тебя за конструкция такая антивандальная. Да, на самом деле, вы правы, это как минимум антивандальная. А второе у нее назначение. Этот корпус у меня работает как обогреватель. Отопительная или утеплительная пластина, которая включается автоматически при минус 30 градусах. Потому что ворота больше минус 30, по идее, не работают. Хотя работали у нас и намного больше, когда было. Так, о да, бинго. Открываем. Так, фига тут грязи на мелон, надо все это дело промести. Так, скручиваем болты. Все, снимаем, четыре болтика. Вот, это, кстати, мотор Nord Motors 1200 NSL. Чем мне он нравится, я вам уже говорил. Во-первых, он выдерживает ворота от простых до промышленных. Мотор его купается в собственной ванночке масляной. Это, как заявляет производитель. Никакой рекламы, я вам просто рассказываю плюсы, почему я приобрел именно вот этого китайского ноунейма. Пыльно немножко. Так, и что-то тут все горит, короче. На самом деле, все очень просто. Насколько я помню, мы нажимаем вот на эту кнопочку, держим ее. Загорается вон тот светодиодик, вот этот. Я, давайте буду показывать отверточкой, так будет лучше. Этот светодиодик загорается, и мы нажимаем любую кнопку, которой мы хотим, чтобы у нас открывались эти ворота. Ну, мне всегда нравится большая. Потому что у меня, в принципе, больше пока нет никаких. других объектов, поэтому мне нравится вот это. Давайте попробуем. Тихо, муха. Смотрите, нажимаем. И теперь нажимаем на клавишу. Все. По идее, он приучился. Теперь пробуем. Так, еще раз. О, ну, не все по-русски. Мы натыкали разные кнопочки, и, короче, это все заработало. Так, теперь. Ну, все, все, все. Остановили. Закрываем. Не так уж и громко, да, они работают? Ну, мне, в всяком случае, это не напрягает. Теперь, ребят, тут еще есть такой момент. Мы можем подкрутить с вами, по-моему, вот эту. А может, не вот эту. Честно, я не могу. Я не помню. Поэтому мы крутить, конечно, не будем. Но суть в том, что настраивается чувствительность очень просто. Какая-то из вот этих двух отвечает за нее. Подкручиваешь, и чувствительность остановки, она настраивается именно вот этим бегунком. Любое препятствие, они будут останавливаться. Но, сразу говорю, когда у вас намораживает лед, когда у вас какие-то ветровые нагрузки, что их начинает раскачивать и немножко подтормаживать, у вас все время будут ворота возвращаться обратно. Поэтому у меня сделан на максимум. Но зато у меня поставлены датчики, которые отвечают за торможение в случае, если проходит какой-то объект через ворота в момент их закрытия. То есть, будь то человек, собака, птица, я не знаю, если на высоте 40 сантиметров от земли кто-то пролетает или проходит, они сразу останавливаются и начинают открываться. Вот такую систему защиты я поставил. А эту сделал, по-моему, не на максимум, я сделал просто побольше. Все, брелок мы настроили, проверяем. Жена, думаю, будет довольна. У нее теперь есть свой брелок. Все. Закрываем. Для тех, кто будет сам мастерить, я вам все-таки рекомендую посмотреть вот это видео. Вот тут она сейчас, вот тут ссылочкой прикреплена. Также, ребят, советую посмотреть видосы по штукатурке. Они, конечно, не на высшем уровне, они советы начинающего, когда я только начинал. И следующий видосик, который выйдет про штукатурочку, будет прямо в тему. Вам понравится. До скорых встреч в следующем видео. Давайте. Пока. Пока.